Двух краснокнижных серых неясоти в гинеколога выпустили в естественную среду. Заказник северной побережью Невской губы – типичное место обитания таких сов. В госпиталь птиц травмированных неясоти принесли прошлым летом петербуржцы. У одной совы было поломано крыло. Мы восстановили эту конечность, ну и, соответственно, уже она стала летать. Другая сова, в общем-то, попала как раз в состояние некого истощения и с поражением почек. То есть у нее была нефропатия, тоже подлечили. Полный цикл лечения и реабилитации. Вот они готовы вернуться в естественную среду обитания. Орнитологи будут наблюдать за ними и подкармливать еще около 10 дней. В апреле комитет выпустил после реабилитации еще пять особей ушастой совы, также на Сестрорецком болоте. Особо охраняемые природные зоны впервые в России появились именно в Петербурге. И сегодня на территории города их 15. Сестрорецкое болото более 9 тысяч лет. Оно находится без какого-то антропогенного воздействия. Здесь мы видим за нами буквально дуб, которому 450 лет больше, чем нашему городу. И это не может ни вдохновлять, ни радовать то, что мы сохранили и продолжаем развивать наши природоохраняемые природные территории. В естественную среду обитания птиц возвращают регулярно. Это помогает восстанавливать численность популяции редких и исчезающих видов животных. Для нашего города вопросы защиты окружающей среды и экологической безопасности в приоритете. Идет работа по рекультивации мусорных полигонов. Удалось добиться почти стопроцентной очистки источных вод в городе. Экологическая безопасность, охрана окружающей среды и защита животных – аспекты, которые предлагают закрепить в Конституции. Поправки в основной документ страны обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России.